Как придумать, разработать и воплотить в жизнь социальный проект? Путь от идеи до президентского гранта сегодня проследили представители социальных некоммерческих организаций Нижневартовска. Специально для них организовали тренинг, который поможет избежать самой распространенной ошибки в проектах. Стоит отметить, что НКО Югры успешно справляются с поставленными задачами. В этом году уже 35 социальных проектов получили поддержку на сумму 30 миллионов рублей. 10 июня стартовал второй конкурс президентских грантов. Как их завоевать, выясняла Елена Составова. Лекции по социальному проектированию длились несколько часов. Теперь участники тренинга перешли к практической части. Разработки проекта на предложенную тему в рамках групповой работы. У регионального отделения Всероссийского общества глухих уже есть положительный опыт. Созданная на базе общества служба бытового ремонта получила поддержку администрации Нижневартовска и успешно работает. Авторы проекта готовы пойти дальше, но пока не знают как. Чтобы узнать, решили посетить тренинг. Есть теория, как бы участвовать по вебинару, по тем интернетам, ресурсам. Информации, конечно, много идет, но очень много непонятных вопросов, которые хотелось бы напрямую задать. И в этом мероприятии реально можно встретить теми экспертов, которые помогли помочь нашим общественным организациям. Общество людей с ограниченными возможностями здоровья, благотворительные организации, волонтеры. На участие в тренинге подали заявки более ста человек. Кто-то уже стал обладателем президентского гранта, но хочет воплотить в жизнь новую идею. Кто-то только готовится испытать удачу. Мы хотим получить грант, дайте нам денег. И у нас есть идея, как сделать хорошо. Не получится. Идея зачастую бывает просто в голове у инициатора. На самом деле приходит он в целевую группу, оказывается, что проблема совершенно другая. Это людям не надо. Они не хотят идти на его мероприятия, не хотят в них участвовать, и проект им абсолютно не нужен. Естественно, если такой проект подготовлен, он, как правило, не получает поддержки. Главная задача автора – правильно сформулировать идею и цели решения определенной проблемы. Сначала нужно разработать календарный план, затем заложить в него бюджет для выполнения мероприятий. Многие делают наоборот. Мы должны посмотреть, есть ли мероприятие для наших целевых групп в календарном плане проекта. Поэтому смотрим календарный план. Смотрим, что там написано. Два дня участники тренинга будут разбирать проекты, потерпевшие неудачу, учиться правильно составлять заявки на грант, изучать социальное проектирование. Организаторы считают, что это поможет нижневартовским общественникам привлечь больше средств на реализацию их идей. Елена Составова, Рамиль Хайрулин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.